Обстановка у нас в городе, конечно, очень плохая, то есть постоянно взрывы, обстрелы градом, из минометов, опять-таки мертвые люди на улицах, это уже в порядке еще и стало, конечно, что очень сильно пугает. Наталья и Евгений прибыли к нам с города Луганска. Сначала, как говорит Евгений, приехала его супруга и маленький ребенок, а ему удалось попасть к своей родне только на прошедших выходных. До этого семья жила в лагере в Новошахтинске, и оттуда они перебрались в Нефтекамск. Семья остановилась в польском городке, где есть все необходимые условия и удобства. У меня там осталась одна сестра, правда неизвестно, там сейчас ни связи, ничего в городе нету. Связаться с родными, ни с близкими, ни с друзьями вообще никак не получается. Иной раз получается связаться через интернет, но в основном ситуация очень плохая, очень плохая. Ни воды, ни света, ни газа, то есть ни еды приготовить, ни попить, ну вообще абсолютно грубо говоря, ничего. Как говорит семья Ветвицких, в Нефтекамске их встретили очень хорошо. Медицинскую комиссию пройти уже удалось. Врачи в больнице оказали должное внимание и заботу. Возвращаться на родину Евгений и Наталья не планируют. Сейчас они готовят документы, после чего Евгений собирается устраиваться на работу. Сотрудники центра занятости уже приезжали и привезли целый список возможных вакансий. В целом администрация города делает все возможное, чтобы адаптация беженцев к новой жизни проходила как можно легче и быстрее. Сейчас процесс регистрации беженцев занимает минимум времени. То есть задача наша какова? Обстановка на Украине очень сложная. Больно смотреть, как гибнут люди, особенно когда гибнут дети. Наша задача этих людей принять, оказать максимальную помощь, чтобы они сами себя могли обслуживать, сами себе зарабатывать. В этот период мы процесс должны поддержать. И мы сегодня готовы к этому. Между тем, потребность помощи растет. Сейчас больше всего необходимы зимние и демисезонные вещи, а также продукты питания, такие как крупы, картофель и прочее. Напоминаем, что точкой гуманитарного сбора в Нефтекамске является дворец молодежи, кабинет номер три. Нести свой посильный вклад может каждый в любой день с 10 утра до 7 вечера. Татьяна Крапивкина, Альберт Гарипов. Информационная программа «Ежедневник».